Сегодня у проекте территории прямая чудел 12 европейских краин. Беларусь долучилась до ягона при конце минулого года, когда был подписан контракт по Межреспубликанским институтам радиологии и Французским институтам радиоцины и ядерной безопасности. Комаринскую школу обрали по некоторых причинах. По-перше, до Чарнобырской атомной станции от городского поселка усяго 30 километров. По-друге, с этой научной установкой французы уже сопротивляли, когда учили школьников вымирать в зроне радиации у продуктов харшивания. Были созваны 8, 9, 10 классы в актовом зале, и директор рассказал о этом всем мероприятии, о проекте, и отбирал с чистым по добровольному желанию. То есть, кто хотел, тот и записывался. Первоначально нужно было набрать всего лишь 15 детей, но в итоге набрало 17, потому что дети сами хотели. На протягу двух месяцев школьники будут займаться вымирением фонового променювания. Робится это с допомогой специального прибора, который в докладном перекладе с французского включить, как открытая радиация. Раз мобильный додаток, который находится на смартфоне, отременные дадины оперативно передаются на веб-сайт проекта openradiation.org. На радиологичной карте сразу заявляется новый стяжок с дадинами. Робить замеры можно в любых местах. Уровень радиации может отличаться даже в пределах нескольких метров. Допустим, возле здания я мерил, было одно значение, а чуть дальше было уже совсем другое, в 4 раза меньше. Между тем, у денег и проекта не зафиксовали. Узровень уродоцинного забродживания выше из-за допущения, хотя они все-таки больше значны, чем на инших территориях, что мое на увазе неопходность захования в Комарине мер родоцинной безопасности. Еще одна часть проекта реализуется при уделе японского центра по распроцессу стратегии оценки рисков. Начиная с 31 мая на протяжении двух дней 17-го ученцев Комаринской средней школы и два наставники постоянно носили с собой вот такие индивидуальные дозиметры, где и шатлы. Этот прибор позволяет оценить реальную дозу внутреннего променювания. При этом для отримания больше объективных дадинок у всех денег эксперименту вялеящие специальные дженники. Головные показчики, которые фиксовались, станут на дворе и докладное место находжения, причем указывать необходимо было на поверху дома, и материал, за которого он зароблен, у вересни ученые из Франции и Японии снова приедут в Беларусь, как обмерковать отриманное дадинное, заробить выводы и презентовать их в соцсветной супольности. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадо-компания Гомель, городского поселка Комарин.